Не будет выделено более трех миллионов рублей. Предполагается, что Кобзон станет гостем праздничных мероприятий в связи с 80-летием образования Агентского Бурятского округа. В свое время певец представлял этот округ Госдуме. Напомню, что в 2003 году памятник певцу был установлен в Донецке. Далее о валюте. По данным Центрального банка страны, доллар стоит 56 рублей 91 копейку, евро 63 рубля и 77 копеек. И это пока все новости, которые я успеваю рассказать. Фил Кружков, все, что важно каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. И далее о погоде. В Москве, по данным Гидрометеобюро, бюро плюс 14 градусов, небольшой дождь, немного солнца видно, видно где-то, но не мне. Днем ожидается до плюс 16, дождь продолжится вплоть до пятницы. Солнце будет выглядывать тоже иногда, ночью 8-9, днем завтра 8-10. Кубок конфедерации. День Германии на Спорт.ФМ. СТО ПРОЦЕНТОВ УТРО На Спорт.ФМ И еще раз всем привет. Главное развлекательное информационное шоу на волнах Спорт.ФМ и вообще на спортивных волнах мира. Сто процентов утро. С вами Роман Вагин. Александр Боярский. Эмма Гаджиева. И сейчас трепещите все поклонники рэпа, баскетбола. Ливан Горозия, Элван. Сегодня с нами привет. Доброе утро. Привет всем. Да, давайте дадим отбивочку и дальше пообщаемся. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает. Парам, парам, парам. Для начала все-таки вот 10 часов утра это рано? Не, нормально. Я отец двоих детей, поэтому утренние подъемы для меня. Я вас поздравляю, кстати. Совсем недавно, да, ведь у вас родилась дочь? Да, в апреле. Давайте похлопаем. Аплодируем. Очень красивое имя. Поэтому нормально. А имя, кстати, Софико. Софико, да. Софико Ливановна. Все правильно? Так точно. Отлично, да. Для начала хотелось бы узнать, вот сейчас слева от тебя сеет мужчина. Ты его узнаешь? Да, мы с ним играли в футбол. Вообще, на самом деле... Давайте скажем честно, что он очень плох. Нет, я вообще являюсь большим фанатом радио Спорт ФМ. У меня в машине постоянно играют. Он плох. Я специально, честно. Есть фотография, где боярский... Сейчас была идея выложить фотку в соцсетях, где боярский там в такой позе коленопреклонной перед Ливаном стоит. Я пытался специально даже... Ничего не видно вообще. Я хочу сейчас сказать, играть против тебя где-то персонально, но очень быстро устал. И как-то бросил потом, да ладно, пусть бегает где ходит. И все, и... То есть не получилось. Мы вспоминали, да, было очень жарко, градусов 36, бегать было невозможно. Рио-де-Жанейро. Так, в 2012 год, этот матч, где Ливан выходил за Пламенко, Александр за Палмейрос. Конечно, мы помним этот матч, да его не забыть. Ваши вопросы присылайте, пишите в WhatsApp, Viber, SMS портал, Вконтакте и звоните 276-0932 и 276-1932. Футбол. А как вообще, вот баскетболист, футбол? Нормально, всю жизнь бегаю, бегаю, свободное время и то и другое. То есть, ну, как бы, все равно баскет же, да, правильно, на первом месте? Лучшая игра с мячом для меня это баскетбол, а там уже футбол на втором месте. Но я всегда в курсе всех событий, спортивная периодика, все матчи и так далее. Отлично, да, но баскетбольная тема вот последних событий, связанная с нашим чемпионатом. Ты ходишь, ты сам играешь. Да, вчера не смог посетить последний матч финала Лиги УТБ, но смотрел по телевизору. Досадное 3-0, это, конечно, в принципе, для ЦСКА неудивительно, но для Химок немного жалко. А для тебя вот есть наш баскетбол, который вообще, может быть, кому-то... Мне кажется, это для всех есть. Есть Национальная баскетбольная ассоциация и весь остальной баскетбол. Да, и все остальное, да, так? Так происходит? То есть, вот другой мир, другая планета, другие ощущения. Конечно, абсолютно, абсолютно. Другие скорости. Это из детства, это вот только, как у меня, например, было там телевизор, лучшая игра НБА, там Майкл Джордан, АМДЖЕЙ. И ты смотришь и думаешь, блин, откуда вообще прилетели эти инопланетяне? Вот так было? Ну, мне кажется, просто они созданы, не знаю, это великие атлеты. Или это телек показывает, телек показывает так. Вот у нас мы были с Эммой, да, на матче ЦСКА Химки, второй финал, да. Но ощущения не такие, там полпустые трибуны, и как-то все это мало, и какой-то такой совковый стадион, да. Драйва нет вот какого-то. Вот там ощущение такое, что там прямо делают шоу настоящее. А мне кажется, у нас так во всем русском спорте нет, не только в баскетболе. Да, но вот только баскетбольная тема тебе ближе. Ну, конечно, но в целом у нас, я вот и был в Соединенных Штатах на баскетболе, это, в принципе, событие для города. Это событие, это шоу и так далее. Ну, у нас просто разные вообще культурные ценности. У меня знакомые были на Лейкерс, некоторые матчи ходили, и говорят, что там даже вот когда команду представляют, просто уже мурашки там, когда каждая фамилия... Когда только выходишь, заходишь на стадион, мне кажется, уже мурашки. Вот это все умеют делать. А у нас такое можно сделать? У нас был матч Химки, состав назвали за 30 секунд. Как у нас такое сделать? Кто играет? И даже поаплодировать не успеваешь. Кто это играет сегодня, ребята? Нет, стараются, стараются. Мне кажется, все равно плюсы есть, и мы идем в правильном направлении. Нашей знакомой, кстати, Илоне Корсен, привет. И давайте немножко послушаем сейчас. Это генеральный директор Единой Лиги ВТБ. Это прекрасная в недавнем прошлом баскетболистка и большущая поклонница творчества Элвана. Элвана Ливана недавно, она исполняла у нас в прямом эфире, пыталась это сделать. Да-да, на той неделе буквально. Вместе с Эмой они пытались исполнить, зачитать немножко Тигра. Но я думаю, что получилось, конечно. Ну, давайте послушаем, да. 24 на 7 Тигр знает всегда свою цель Тигр. Каждый день только наверх Тигр, Тигр, Тигр. Мой братан Тигр забирает всегда свое Тигр. Своя игра, и он в ней Тигр, 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 Тигр. Из мультика немножко, да, из мультика про Тигр, про Бонифация. Тигр, Тигр, Тигр. Ну, как тебе, Илона? Класс, класс, класс. Илона Корстин, да, еще раз, большущая баскетболистка. В недавнем прошлом вчера вручала медали баскетболистам ЦСКА. У нас в эфире, видите, исполняла Тигра вместе, кстати, с Эмой, которая почему-то не пилот начала трека там, где вообще тишина была. Ну, давайте, я не буду совсем повториться. Ногтями кто-то скребет. Да, вот это да. Это я. Это Боярского в горле. Першит от песни просто. Это Тигр был, да. Покажи вот это движение, которое мы никак не можем не запомнить. Вот, да, да. Новый танец, который Поль Пагба очень любит показывать тоже на своих... Как это называется? Депп. Депп. Нет, это я остался в творчестве Кобзона, поэтому. Он просто... Нет, он Депп Кобзона просто встал, как бы вот. Депп Кобзона, да, знаменитый. И парик слетает. Он просто как-то, да, он просто стоит и парик упал, как бы Депп Кобзона, да, спасибо. А он ему парик получил. А, ты еще раньше закончил, да? Главное разочарование жизни теперь у Александра. Давайте поговорим о баскетболе. Ну, опять же, вот то, что в Википедии пишут и в интервью, ты говоришь о том, что помешала травма карьере баскетболиста, да? Да. Левое колено. То есть мог бы. Ты уже выходил на уровень травта. Казанский уникс очень ходил вокруг да около. Есть такие соревнования, Дюбл называется, детская юношеская баскетбольная лига. Это при каждой профессиональной команде должна быть детская команда. И они соревнуются. И вот Казанский уникс вокруг да около ходил, но потом, к сожалению, колено и все. Это было начало 2000-х, да, где-то? Я в 2002-м, по-моему, закончил вообще совсем. Сейчас закончу все. А там, то есть, ну, варианты там, в операции лечиться или прям все жестко было? Да как-то все уже на нет началось все и закончили на этом. Ты играл... Капитан сборной Республики Сахайкуте, победитель международных игр и так далее и тому подобное. Первый номер. Первый номер, да, командировал. Разыгрывающий. Командировал. То есть все вот эти вот жесты сюда дал. Да, да, да. Как вчера во время баскетбола, люди так вот бегут, опа, опа, сделал. Да, да, да. Показал. Вот у меня мама всегда говорит, что ты всегда эти кроссовки вытираешь. А потом приходишь домой и вот хлеб берешь этими руками, да. Зачем ты это делаешь, да. Прекрасно. А на кого равнялся? Кто нравился вот в детстве? Если говорить о каких-то еще персоналях, был такой баскетболист Энферни Хардуэй. Энферни Хардуэй, конечно. Энферни Хардуэй, Пенни, Пенни Хардуэй, Орландо Мэджик. Это мой любимец, который с шагом еще молодая команда Орландо, которые делали Чикаго немножко больно, но не смогли сделать до конца, да. Это какая-то крутая история, да. Еще больше мне нравится Элван после того, что Энферни Хардуэй. Алонсо Монинг. Энферни Хардуэй. Энферни Хардуэй, да. Алонсо Монинг. Биг Зо, да. Причем Монинг просто потому, что утро. Алонсо, Алонсо Дихталу, да. Просто Саша в утреннем шоу, да, работает ему очень близко. Монинг. Две фамилии. Алонсо Монинг. Алонсо, знаете, это разные люди, да? Алонсо Монинг, конечно, да. Прекрасно, ваши вопросы приходят, да. Все-таки вот сейчас баскетбол спрашивает, где тебя можно увидеть? Мы вторник-четверг каждый тренируемся в плейграунде. Есть такая великолепная площадка в Москве. Вообще классно. В Москве начали открываться баскетбольные площадки. Есть центры даже, в которых там по три зала и так далее. И вот в одном из них мы тренируемся. То есть там пару раз в неделю, да, получается? Да, два раза. Но для меня это и так уже много, потому что времени очень мало. Но для тебя это просто с друзьями пообщаться, в форме себя держать, что это? Ну, да нет. Это, наверное, вообще выключится максимально от всего, что происходит в жизни. И вот у тебя есть два часа, посвященные самому себе. Но сейчас вот ты доволен, как ты играешь? То есть это какой уровень? Это все-таки уже такой между любителями, профессионалами? Ну, я думаю, что все-таки любитель уже, потому что все-таки форма уже не та. Уже сверху каждый раз не получается забивать. Вот отдышка нет-нет, да появляется. Сверху, да? Ой, ребят, сегодня все. Но в целом я не жалуюсь. Трешки летят, там процент 44, по-моему, последний раз. Ничего себе. О, 44, даже у Джордана был меньше. Даже Алло забор не столько, да, Александр? Николаев. Ну, с любителями играть неинтересно, наверное, да? Почему? Нет, ну, как бы у всех же напор, у всех адреналин, у всех желание победить. Ты видела фотки, где Боярский там в футболе зарубается? Он говорит, я персонально тебя одержал. И то же самое в баскете, да? Мы играли с журналистами спортивными, они нас выиграли на одно очко, на последних секундах об забор, я забыл, кто забил. Ну, просто вообще нелепейший. На дурака, да? Диму, да, еще пять раз бросить, он не забьет. Вот, проиграли одно очко с Comedy Club, играли недавно, уже вторая игра, на первом меня не было, на второй вот мы отыгрались, реванш взяли. Потому что вышел главный. А кто там играет? Там есть кому играть? Нет, парни хорошо бегают, нормально, пятерочка у них прям хорошая. Звук-режиссер, там, оператор. Нет, нет, там и авторы, и игроки команды «Союз» есть и так далее и тому подобное. Прекрасно. О баскетболе, о спорте в целом, футбол, все-таки твои предпочтения. У вас сегодня вопрос был, самая популярная команда в России, за кого болеешь ты, какие у тебя любимые футболисты, спрашивают люди тоже интересуются. Болею за «ФК Локомотив», уже очень-очень давно, в плане самый популярный клуб. Я не знаю, мне кажется, тут «Спартак» с «Зенитом» все-таки где-то где-то на равных. Где-то на равных. Ну, вряд ли «ЦСК», вряд ли «ЦСК». Я просто, я вот как раз в провинции, я из Якутии же, и вот у нас там, я вот вспоминаю, нет-нет, очень много футболок «Зенита». «Зенит»? Ну, это последний год, наверное, да, вот победы команды в Еврокубках. Потому что руководство «Зенита» говорит, что это самый популярный клуб, и все, естественно, спорят с этим, все говорят, что «Спартак» самый популярный клуб. Ну, это же спор москвичей из Санкт-Петербурга всегда, а вот в провинции как-то такое не чувствуется, им все равно выбирают какие-то другие критерии. А в плане лучший игрок чемпионата 100% Федя Смолов, мне кажется, и вот двумя руками за него. Подожди, у вас же в клипе снимался Кокорин, да? В одном из клипов, да, Саша Кокорин снимался. Смолова не было там, там был Кокорин. Смолова не было, Смолов тогда еще в Урале играл, по-моему. Тогда он еще забивал один гол за три года, да, тогда еще он не был так хорош, да, как сейчас, да. Это клип, где Стимати вы, да, исполняли что-то? Нет, это мой сольный клип, называется «Бери свое», и посвящен как раз футболу, да. Вот где там все селебрити, это что за была какая-то песня, я помню, все-все… «Жик Ю», мне кажется, да, 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 где все были. И там был тоже Кокорин, кажется, да, там тоже был Кокорин. Кокорин во всех клипах, когда играет-то только, он только хочет забить гол, сразу Ливан такой, «Александр, я тут ни при чем». Человек очень дисциплинирован, все сбивай. Меня в сборную Ливан вызвали, не, давай ко мне, ко мне в клип, да, не надо сборную, да, не сбивай, все. Сборная играет в этом году Кубок Конфедерации, вообще отношение твое к футболу, опять же, вот то же самое, что мы говорили про НБА, то, что есть НБА, есть все остальное, вот ощущение того, что есть футбол и все остальное, оно присутствует? Да, в плане нашей сборной? Нет, в плане интереса у нас людей к спорту. Да, у нас, в принципе, интерес к спорту у людей, но не такой, как везде во всем мире. Как надо. Ну, то в Штатах, например, ну там же это события, они покупают шашлыки, я условно сосиски жалю от перец больших. Там баскетбол студенческий, да, собирает по 50 тысяч народу. Конечно, 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 поэтому, ну, рассуждать, мне кажется, в принципе, об этом не стоит, нужно. Нет, просто тебе, как человеку из баскетбола, вот футбол и все остальное, такого нет ощущения. Нет, нет. Там и контракты, там и они все время на обложках, и они в клипах, а остальные там борцы, борцы отборолись один раз в 4 года на Олимпиаде, и о них забыли. Ну, почему, нет, ну, что касаемо нашей страны, мне кажется, хоккей. Хоккей все-таки, да? Ну, хоккей и потом футбол, а потом уже все остальное. Разборный в этом году Кубок Конфедерации, чемпионат мира, у тебя какие-то планы есть, может быть, это выступить? Я иду на Россию, Португалию смотреть. О, класс. Мне кажется, в Казани, в Казани будет. Почему в Казани? Нет, на открытии арены. На открытии арены. На открытии арены, первый тур играю, да, просто в Казани. Да, в Казани, да. Да, вот иду, собираюсь, но и по телевизору я планирую посмотреть вообще все игры. Смотрел Чили, Россия, отлично поиграли. То есть смотришь, смотришь футбол, боскетбол, спорт. Я вообще, вы попали в точку, позовав меня на Спорт.ФМ, потому что я... Все, каждый день, все, убираем тостово. У меня утро начинается в спортивной периодике, ну, то есть открывается интернет и листаются все-все-все-все новости. И чего шансы нашей команды, как считаешь? Ну, давайте выйдем из группы. Группа, то есть группа, группа хорошо, если выйдет, да? Да, да. Но Новую Зеланду-то должны обыграть. Да, это все процентно. А какое место мы должны занять, чтобы выйти? Седьмое с конца. Нет, ну, а вот то, что разговоры идут, мы должны выиграть. В двойку попасть. Вторым составом приехали, остальных можно обыгрывать. Да нет такого должны, мне кажется, мы должны показать хорошую группу. По сравнению с чемпионатами Европы, где я тоже, собственно, присутствовал. Я смотрел матч на стадионе в Лионе. И, откровенно говоря, на 75-й минуте я хотел уйти со стадиона. Но только остановило то, что я проделал такой большой путь, чтобы приехать в этот Лион. И уж я досмотрю. И только это меня остановило. Мне кажется, это нужно вот как раз с этой стороны смотреть на сегодняшний Кубок Конфедерации. Изменить отношение сборной к самой. Но вот матч с Чили, мне кажется, подкрутил гаечки чуть-чуть. Соглашусь. Ну да, чтобы наши болельщики хотели болеть, а не... Вопрос из схемок приходит. Твое КВНовское прошлое как-то на творчество влияет? Шуточные песни вообще и с чувством юмора как? Ну, шуточные песни. Вот присутствует. Тигр, пожалуйста, тоже самое. Это же не... Всполнение Луны Корса было очень весело было, да. В плане чувства юмора, не знаю, не мне судить. Ну, как-то себе в третьем лице разговаривать трудновато. Ну, КВН, КВН помог в этом отношении? Безусловно, безусловно. Это же сцена, это опыт. Это общение с аудиторией и так далее. Что-то развивалось, да? Конечно, конечно. Давайте перейдем к рубрике «Перекрестный опрос» и поспрашиваем Ливана о жизни, о том, что он нам может такого, может быть, редкого, неизвестного, эксклюзивного поведать. Перекрестный опрос. Эл Ван, он же Ливан Горозия в гостях у нас. Анкетные вопросы, короткие ответы. Твоя характерная черта. Вот Ливан Горозия в трех словах, ты какой? Трудолюбивый, не сдержанный. Влюбляющийся, я не знаю, может быть, как-то так. Сейчас жена как будто коснулась. На, приглась. Влюбляющийся, да? Нормально. На гастроли теперь поедешь уже через год. Нет, каждый день свою жену. Давайте так. Вот, спасибо. Спасибо чаще всего. Сейчас жена к нам уже едет на габриолете, где-то встречать его у студии, да. А по поводу невыдержанности, это что, это эмоции какие-то? Да, я, может быть, сказываются гены, да. Да, поэтому я распыляюсь мыслей, зажигаюсь максимально, могу ругаться, кричать. То есть где-то можешь психануть там в какой-то момент, да? Ежедневно. Даже сейчас, если не будет, за этот час нам повезло тогда, да. Идем дальше. Твой любимый город? Москва. Ну, ты же везде, во многих побывал в городах. Да, у меня вообще, да, во многих городах побывал, родился в Красноярске, вырос в Якутске, живу в Москве. Обожаю Амстердам. Ну, очень сильно. Все-таки, вновь заметно, да, что Амстердам все-таки, да. Вот. Нью-Йорк побывал в котором совсем недавно. Но Москва, Москва любимый город. Окей. Прекрасно. Дальше. Качество, которое больше всего ценишь в женщинах? Ум. О. О, как? Ум, невыдержанность. Вот и все. Влюбленность, влюбляемость, да. Любимый праздник? Любимый праздник? День рождения сына. Класс. Красавец, мужик. У кого-то Новый год, у кого-то День Победы. Впервые, кстати, вот День рождения сына у нас первый раз. Да, я хотел сказать. Так, было ли что такое в жизни, от чего тебе пришлось отказаться? Может быть, ты не хотел, но пришлось. Вот баскетбол, да, как пример, например? Ну, да, это, мне кажется, точное попадание. Баскетбол, я бы, если бы не травма, мне кажется, я бы сейчас пылил где-нибудь там в Казахстане. В третьей лекции. Прямо в степер там поставили, там все. Кольца играл бы. Я бегал бы еще точно. А сейчас от чего отказываешься? Вот самое тяжелое, знаю, там сон, времени хватает на что-то. Ну, много разных факторов. От сна до, наверное, самый главный фактор, отказываясь от общения со своими детьми. Потому что творчество, творчество, работа. Есть. Дальше. Любимое блюдо? Мамалыга. Это грузинское блюдо. Я так тебя называю, кстати. Когда ты плохо эфир ведешь, да. Это грузинское блюдо. Саша Мамалыга известная, да. А что там, да? Это каша из кукурузной крупы. В общем, как гарнир, на самом деле, идет. Но вот если туда сулугуни еще запихать. Сулугуни, да. Грузинская тема. А в Москве найти хороший мамалыгу? В любом вообще грузинском ресторане. То, что там делают, и у нас похоже, да? Конечно. А вы знаете, у меня подруга была в Грузии. Мамалыкина? Катя, да, помним эту историю? Да, да. Именно она месяц назад сказала, что грузинские блюда гораздо вкуснее в Москве, нежели там. В Грузии? Да. Но она куда-то не туда ходила. Не туда. Ну да, какие-то туристические, видимо, места. Талисман, какие-то суеверия. С баскетбольных времен что-то осталось, может быть? Вытираю ноги перед выходом на сцену. То есть все-таки осталось, да, в тот тема? Да, конечно. Прикол. Круто, так. Дальше. Так, есть ли у тебя хобби? Хобби, хобби. Фотографирую очень много. В смысле не на телефон, а прямо на фотоаппарат хожу. Только сажусь на велосипед, катаюсь по Москве, останавливаю людей, прошу их сфотографировать. Поярки вот раньше были фотки, значит, на даче алкоголь. Сейчас перешел на пейзажи. Он с сыном на берегу реки, вот они сидят. У тебя чего сейчас? Пейзажи. Бабочка полетела. Так, ловите, ловите. Я все-таки по Урбану, стрит-фотографиям, больше городские. То есть дома, черно-белый цвет. Только ЧБ. ЧБ, класс. Так, дальше идем у нас, если бы не спорт, не музыка, чем бы занимался? Я думал об этом. Кино, наверное. Кино или спортивный менеджмент. А кино... Ну так как спортивный менеджмент и баскетбол, это где-то рядом, пускай будет кино. В смысле писать сценарий, играть? Снимать. Режиссура. Режиссура? А это в планах как-то еще есть? А я уже как-то чуть-чуть потихоньку, но не с кино, в первую очередь сейчас с короткими метрами, так называемыми видеоклипами, потому что выступаю с режиссером собственных клипов. А ты сам снимаешь все это? Про океан ты сам снимал? Да. С режиссером выступал, там был Родин Трассдам Романов и я, и вот якутяночка, я там выступил уже прям режиссером. Полноценным, да? Но меня вот океан впечатлил, потому что на самом деле очень крутые съемки, и это прям такой блокбастер был, мне кажется, в плане наших клипов, музыкальных, такое событие даже, может быть, чем-то, да? Это было интересно, интересно вообще в памяти, в моей жизни, потому что меня забрали с самолета, я прилетел на Камчатку, и через двое суток погрузили обратно в таком состоянии зомби. Вот, и там были и медведи, и оторванное колесо, и... Много воды, опять же. Много воды. Песок, пляжи, да. Весь мокрый я в гидрокостюме и так далее. Потом, наверное, час там из уха, и справа, и слева высыпалось все это. Ливан на Горозе Элван, любимый праздник, день рождения сына, талисман по-прежнему и суеверие, это кроссовки баскетбольные. Мы говорим о баскете, мы говорим о спорте, говорим неожиданно о мамалыге. Казалось бы, когда мы еще поговорим о Боярском? Вот сегодня, да, он в эфире. Уже захотелось, да. Несколько раз, хочется поесть утра, да? Прибавил плюс 15, прибавит еще. У нас впереди баскетбольные соревнования, у нас впереди музыкальный конкурс, у нас впереди много вопросов. Спасибо, что пишете все. Поспрашиваем и о песнях, и о творчестве планов. Естественно, громадье. Конечно. И новые альбомы, новые треки. Все это будет впереди. Сейчас Максим Трусов с рубрикой «Автоминимум». Потом у нас минут 10 перерыв. Возвращаемся на второй тайм, и там будет, как всегда, здорово. 100% утро с вами. Автоминимум на Спорт.ФМ Привет, я Максим Трусов, и я от души радуюсь, когда вижу креативные ходы и идеи в исполнении представителей российского бизнеса. Я сейчас не имею в виду государственные гигантские монополии, которые, напротив, весь бизнес убивают. Я восхищаюсь представителями IT-индустрии, которые в России необычайно талантливы, и часто, к великому сожалению, уезжают до рубеж и творят там. Есть примеры и других областей. Я искренне рад за ребят, которые совместно с Ауди реализовали проект первого в России каршеринга премиальных машин. Эта история не нова и давно напрашивается. У людей ведь всегда должен быть выбор – взять получше или похуже. Не важно, о чем речь. Тут главное, что проект этот стартовал не где-нибудь, а в Сочи. В нашем замечательном курортном городе с красивыми набережными, прекрасными дорогами, горными серпантинами и великолепной природой. В Сочи отдыхает множество обеспеченных людей, причем уже не только из России, из числа тех, кому закрыт въезд в Европу. Там много иностранных туристов. Для них, учитывая разницу курсов валют, такой отдых довольно бюджетный. При этом они получают прекрасные отели, природу, море и воздух. Первоначально клиентам будут доступны только кабриолеты А3. Представляете, какой это кайф катнуть в горах или по набережной на отличном кабрике от Ауди А3? Ощутил это на собственной шкуре. Три года назад как раз на новом кабриолете А3 на механике катался по Бенелюксу, по пряничным бельгийским и голландским городкам. Говорю вам, мы как человек, у которого близкий друг владеет кабриолетом в Москве. И при каждом удобном случае, даже когда прохладно, мы катаемся по городу без крыши. Это незабываемое ощущение, когда ты чувствуешь все запахи города, когда ты не отгородился от города, а наоборот, находишься в нем, чувствуешь каждый его звук. В Ауди сообщили, что в скором времени парк Your Move дополнится моделями А4 и А6. Первая партия кабриолетов составила 30 машин. Клиентам будет предложено несколько вариантов тарификации, поминутная, почасовая и даже посуточная. Процесс регистрации в системе тоже осуществляется с помощью смартфона. Есть уже и расценки. А3 кабриолет и А6 стоят 24 рубля за минуту в режиме движения и 2 рубля в режиме парковки. А4 – 22 рубля и 2 рубля соответственно. Для сравнения, в Москве каршеринг непремиального автомобиля, к примеру, Hyundai Solaris или Kia Rio, стоит обычно 8 рублей в режиме поездки. Часовой тариф на А3 составляет 1000 рублей, на А4 – 1300. Арендовать на сутки кабрик А3 можно за 12 тысяч. С моим другом мы мечтаем оказаться в Сочи и погонять там на своем кабрике. Но, как вспомнишь, длинную дорогу в Краснодарский край и желание сразу отпадает. Поэтому альтернатива с арендой кабрика от Четырех колец видится мне весьма интересной. Это давно напрашивалось и, наконец-то, стало реальностью. Браво! Подробности по субботам в программе «Автомобилизация» в 11 утра. Всего вам доброго. Автоминимум на Спорт.ФМ Реклама Артем, дизайнер из Санкт-Петербурга, продал в CarPrice свой Lexus RX 2012 года за 1 миллион 849 тысяч рублей. Продайте и вы свой автомобиль сегодня по отличной цене. CarPrice.ru Как трейд-ин, только выгоднее. Студия за 3 миллиона 100 тысяч. В Старой Москве и всего в 500 метрах от метро. Звони сегодня. 495-162-7139. 495-162-7139. Ищите нас в интернете по запросу «Квартиры в МИЦ». Застройщик группы компании «МИЦ». Проектная декларация на гк-дефис-мИЦ.ру Процент! Процент! Процентик! Ну, процент! Иди сюда, мой маленький! Кредит в Локобанке от 12,4% годовых на круглые суммы. 5 миллионов? Куда уж круглее! Отправь заявку онлайн на локобанк.ру КБ Локобанк АО. Генеральный лиц ЗТБ РФ 27.7. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА You say you wander your own life But when I think about it, I don't see how you can You're aching, you're breaking And I can see the pain in your eyes Says everybody's changing and I don't know why And I can see the pain in your eyes Try to understand the love Try to make a move just to stay in the game I try to stay in the game Ледяная пещера передает агентство городских новостей «Москва». Ранее сообщалось, что «Заряди» планируют открыть в день города 200 американских законодателей вслед за прокурорами Подали иск против Дональда Трампа Обвиняя его в нарушении Конституции страны Демократы утверждают, что даже после прихода в Белый дом Глава государства продолжает получать через подконтрольные ему прежде компании Выплаты от правительств других государств Искотан суд в Вашингтоне Полузащитник Пари Сан-Жермен Марко Вератти Находящийся в данный момент в отпуске Намерен в следующем сезоне стать игроком Барселоны Об этом он сообщил своему ближайшему окружению Ранее появилась информация, что Вератти сообщил спортивному директору ПСЖ О своем желании покинуть команду Кроме того, итальянские СМИ сообщили, что Барселона предложила за него Приженом 100 миллионов евро, однако информация эта не соответствует действительности Далее о валюте Доллар по данным Центробанк стоит 56,91 рубля Евро 63,77 рубля Фил Кружков Все, что важно каждые полчаса Спортивные события в режиме онлайн На Спорт.ФМ 5 баллов движения плотное Об этом нам говорит портал Яндекс.Пробки В эти минуты тяжело проехать от Коширки до Ясни В этом кат внутренняя сторона Внешняя от Щелковского до Осташковского шоссе Также ТТК внутренняя от Шарико-Подшипниковской улицы до Ленинского И внешняя от Спартаковской до Новобашировки Главное игровое шоу страны Среди тех, что начинаются в 11 часов На Спорт.ФМ 100% азарта Это победа! Опобеждаемый мужчина ради кого? Правильно! Ради женщин! Мы дарим вам принцессу! Правда, она из Марио Играй в 100% азарта Каждый день с 11 часов Я в 100% азарта Каждый день с 11 часов 100% утро На Спорт.ФМ Продолжаем Эл Ванл В гостях российский рэпер Суперисполнитель замечательной композиции Супер клипы Творческие планы Самые долгоиграющие Наверное, 19 ноября Крокус Сити Холл Концерт с симфоническим оркестром 19 ноября Крокус Сити Холл Концерт с симфоническим оркестром Это вот самые долгоиграющие планы Потому что, ну, нужно и партитуры расписать И оркестр собрать И так далее И тому подобное А это будет какой формат там? Просто для меня симфонический оркестр Это вот классический комфорт Ну, если говорить откровенно Это будет, наверное, все-таки Малый симфонический оркестр Потому что не там Не 50-60 человек Я думаю, музыкантов 30 Плюс мои музыканты Которые ездят со мной на гастроли Гитары, барабаны Возможно, будет даже два барабанщика По крайней мере, планирую такое Вот, это, наверное, из самых глобальных А так, новые песни Новые песни В этом году Нового альбома не будет Потому что времени Ну, ни времени, ни сил Как говорится, на новый альбом пока нет Но новые песни будут 100% То есть следующий год Да, только следующий год Я планирую Также В начале 2018 года Уехать куда-нибудь Потому что предыдущий альбом Я записывал как раз в Амстердаме Писал его Конкретно Потом уже дописывал здесь, в Москве Вот, в этот раз Планирую поехать куда-то потеплее Не знаю, в Лос-Анджелес За вдохновением? Ну да, это Можно так назвать Просто ровно, роминг Там дорогой там На самом деле Никто не звонит Да, никто не звонит Никто не беспокоит Никуда не нужно идти Плюс В тот раз я уезжал Вообще без семьи В этот раз не знаю Как буду делать Но, то есть Даже бытовые вопросы Они как бы отключаются Ты полностью отдан музыке В творчестве Я посмотрел Из последних хитов Кинематографа нашего Ты поучаствовал Едва ли не в самых главных Саундтреки К фильмам Сериал Физрук Притяжение Время первых Ну, про Физрук не помню Да, там были, по-моему, песни Но притяжение Федор Сергеевич звонил Сам лично Вот финальная сцена Притяжения полностью На мою песню Что приятно Даже никто не перебивает Там еще есть другие песни Но вот именно последняя Она полностью И уходит в титул Когда улетают? Да-да-да Когда они там все молчат Собственно И происходит Такое Очень интересное состояние Внутреннее Я был вдохновлен Даже когда смотрел это Вот А во время первых Тюмир Рубик Мамбетов Позвонил Попросил написать Именно под фильм Песню Я сделал Круто Круто Это космическая тематика Это мне близко очень В отношении к кино Развиваешься, получается, да? Да, стараюсь Написано два сценария Это сложно писать Под кино музыку? Интересно Важнее, чем просто треки Ну, я бы не сказал Что прям очень сложно Но нужно найти, конечно Но есть какая-то привязанность Получается К чему-то Но есть определенные брифы Но, например, к притяжению Я не писал песни Это были уже готовые песни С моего альбома «Гравитация» Он просто послушал Выбрал И сказал Очень смешная фраза Которую я горжусь Можно сказать Он звонит и говорит Слушай, ну либо ты, либо колдплей Я такой, окей, ладно Я согласен Бейте колдплей, да Что же делать, да Я согласен А тема космоса То есть татуировки какие-то Или что? Да, у меня весь Вся левая рука В рукаве космическом Здесь Гагарин? Здесь Гагарин Гагарин есть? Гагарин, Бамблби Космонавт Планеты и так далее Ничего себе А почему такая тематика Тебя привлекает? Космос? А я как-то с самого детства Видимо мечтал быть космонавтом Первый грузинский космонавт Хотел полететь на Луну Ливангородье Я летал в стратосферу Я летал Испытывал гравитацию В Амсортаме, да, это было? Хорошая шутка Все-таки нет, да? Там каждый день Каждый день в стратосфере Ребят, спускаюсь Нет, я летал на истребителе В стратосферу Поднимался Испытывал 6G, как говорится 6, надо 9 Это только профессионалы Тогда каждый день будут выходить новые клипы И новые треки Вот, и есть еще великолепная возможность Летать и испытать гравитацию У нас здесь в России Самолет падает, поднимается, падает, поднимается И в этот момент ты на 25 секунд Испытываешь, ну, зеро И на тебя как в фильме борщ Летит Капелька борща, так и борща так раз упала Классно, прикольно Сидишь такой, сидишь А потом вдруг ты ничего не весишь И сам поднимаешься в воздух Где я, да? Мамуля Я хочу домой, да Очень интересно Отлично Спрашивают Очень понравилась твоя роль в сериале Чоп Гардемарины, где я говорил Очень смешно, да Гардемарины, да Я согласился на свой страх и риск Но, собственно, вот как раз КВН-ское прошлое, видимо Не отпускается Исполнил Гардемарины, хорошо? Вот По-моему, понравился Тайне, но это же смеха ради Смеха ради Отлично Баскетбольные вопросы тоже приходят в WhatsApp И вот на сегодняшний день мы говорили про MJ, про Чикаго А сейчас кто нравится? Вот финал был Golden State Cleveland Я, если говорить про этот финал То я болел за андердогов, за Кливлен болел Потому что, ну, Golden State Сейчас мы смотрим Что происходит вообще? А я болела тоже за кавалеристов Кавалеристы, они же кавалеристы, да? Кавалеры же, да Какие же андердоги, да То есть, ну, Леброн Леброн или Стеф, или Дюрам, кто? Если говорить про них, то Леброн, конечно же Но в первую очередь, Кайри Ирвин Потому что вот я фанат именно его таланта Вот, ну, просто против Golden State невозможно бороться Вы считаете, что лучшая команда в истории Чикаго все-таки или Golden State? Ну, для меня, как для баклонника MJ По-другому не может быть Да нет, ну Чикаго, о чем вообще говорите, ребят? Ты так, ты так, да Чикаго, который, да, вот Blackhomes, который в хоккей, да? Да, да, да Там другой баскетбол был, абсолютно Поэтому сравнивать, мне кажется, бесполезно И все эти разговоры о том, что Ой, а мы бы, как Мэджик Джонсон сказал Мы бы выиграли этих Golden State, и так далее Мне кажется, неправильным Почему баскетбол изначально? Там был какой-то вариант пойти, вот, заниматься серьезным футболом, еще чем-то? Я не знаю, меня выгнали с урока музыки в пятом классе Ой, это такая крутая история, расскажи Да, меня выгнали Мы баловались с пацанами на уроке музыки Нас выгнали в коридор Иван кричал, я тигр, я тигр И мой тренер ходил, собирал по школе на секцию баскетбола Еще тогда была секция Вот, и он говорит, пацаны, чего сидите, приходите завтра Я говорю, а я 85-го Он собирал 72-го 86-87, по-моему Он говорит, ну, приходи, посмотрим И вот где-то там месяца через два я уже со старшей группой бегал Так, ну, то есть уже сразу была любовь в баскетбол? Или там, ну, не хочу, неинтересно? Не, ну, футбол присутствовал во дворе, потому что со своими друзьями детства я всегда бегал в футбол А другие там, каратэ, баскетбол, хоккей? В детстве была борьба, а футбол был всегда, потому что батя играл, там, не знаю, с теми, с кем он работал, с коллегами по работе и так далее Футбол был вообще всегда, а баскетбол появился с пятого класса Самое клевое и самое неприятное, что есть в баскетболе для тебя, вот, самый плюс и самый минус? Мой маленький рост Это маленький рост и минус? Ну, конечно А плюс или плюс? Нет, это, ну, как бы Как максим бокс, ты такой раз, ты где-то посмотрел Между ног там проскатил Да, 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 да Нет, лучше, конечно, быть повыше, вот, было бы поприятнее, наверное, толкаться под кольцом, вот, а в целом, какие плюсы? Кто нравится? Один в один обыграть, забить треху, там, что-что, вот, нравится, когда команда побеждает Ну, чувство, наверное, когда вот это Команда А, когда вот не касается, да, сеточка Илона Корсина у нас тоже, да? Да, сразу, да Кайфанула в эфире, да, такая Мы дали ей три звука Три звука был конкурс Звук касания мяча с сеткой в разных видах спорта И она, кстати, угадала Она футбол, волейбол и баскетбол, вот этот звук, когда А баскетбол даже раз пять послушали Дайте еще Да, это приятно, это приятно, когда мячик залетает Каль, у нас свой баскетбол есть, кстати, вот, и рубрика «Испыт на себе», давайте сыграем в офисный баскет Во все тяжкие Испытано на себе И сейчас с передачи Александра Боярского Все мы в офисе баскетболисты, потому что есть корзина у нас своя Любимая забава офисных клерков, это вот сидишь там, заявление У меня раньше на телефоне была такая игра Заявление на отпуск не принимает там начальник, думаешь, блин, вот козел, на туда, мимо, все Надо еще отнести Есть у нас, смотрите, пять, пять, нет, пять, да, получается, как в бензоне? Все, уже понеслась Поехали, да Уже понеслась Так, сейчас, раз нет Может посильнее? Посильнее Поправляй там Посильнее Есть! Трешечка! Есть, треха зашла, да Чего-то в передачи Оп туда! О, бейс! Первый раз! Ничего себе! Это же Андертон! Андертон забросил! Александр Боярский! Не заоценивайте меня просто Клево, клево, да Это же все очень просто Молодец! Ливан, Горозия, Элван, ну, четыре из пяти забросил, да? Да, да, да Потом посмотрите видео Четыре из трех! Один случайно не залетел Четыре из трех, это уже Все остальное было круто, да Спрашивают еще вот по поводу совместных треков, со всеми ли, ну, и как происходит инициатива, то есть ты предлагаешь, тебе предлагаешь? Всегда по-разному, иногда можно просто познакомиться и сказать, а давай что-нибудь запишем Это такое обоюдное А пишется как? То есть ты пишешь весь текст и даешь часть там? Тоже по-разному, вот, например, песню «Сон» я написал, ну, так как пою я не очень, в принципе, а читать-то это мое, да? Песню «Сон» я полностью написал и долго искал, кто бы спел припев Увидел Боярского, такой, думаешь, о, Андердо хороший, да, с ним спали И потом позвонил Дима Анатику, и он согласился Ну, то есть иногда происходит таким образом Иногда, иногда кто-то пишет с куплета там свои и так далее Если идеальный вариант представить, с кем бы вот в идеале записал из звезд мирового масштаба? Не, мирового нет, я очень хочу с Земфирой Вот прям, очень давно хочу Тоже, кстати, баскетболистка, да? Угу И что, не про баскетбол мы могли бы записать, да? Прервемся на полторы минутки, потом у нас далее продолжение общения с Элваном, российский рэпер Много сообщений, много у нас интересного в эфире Сто процентов утро для вас До Кубка Конфедерации осталось три дня Быстрый проход штрафной удар Ура! Кто забил? Красиво? Из-за простатита часто бегаешь в туалет? Опять пропустил ключевой момент матча? Витапрост Не пропусти самое важное Витапрост Минимальный курс лечения хронического простатита 10 дней Имеются противопоказания Перед применением проконсультируйте со специалистом Партнер проекта АО Нишфарм Реклама Представьте кэшбэк на все покупки Выплаты по вкладам ежедневно До кредита один клик с Тачбанк все реально Тачбанк настроен на тебя А вот это банк Кэшбэк начисляется в бонусных баллах по программе лояльности Клад в рублях 30 дней с автопролонгацией Ежедневная капитализация на счет Возможный отказ в выдаче кредита Тачбанк.ком Спорт Это не только болеть за любимую команду Это тренировки и пробежки Это образ жизни Следуй ему вместе с разделом Лайфстайл на чемпионат.ком Категория 18 плюс Вы уже успели полюбить свою новую квартиру? Но это еще не повод привязываться к старой ипотеке Рефинансируйте договор в Газпромбанке На более выгодных условиях И оставьте старую ипотеку в прошлом Условия рефинансирования На сайте газпромбанк.ру Банк ГПБАО Генеральная лицензия Банка России номер 354 Не является офертой Спорт ФМ Внимание! До 100% азарта осталось 15 минут А сейчас 100% утро Эл Ван в гостях у нас Общаемся, приходят вопросы В вотсапе спрашивают тебя Если отдавать ребенка в баскетбол Вот какие преимущества? Как про рекламирование? Ребенок вытянется В смысле ростом выйдет чуть длиннее Если так можно выразиться Командная игра всегда очень хорошо сказывается на социализировании Я не знаю, если так можно выразиться В обществе будет себя намного по-другому ощущать Ну это самые такие большие плюсы Травматичная история? По-разному Если следить за своим здоровьем, то все будет окей Отлично, да Переходим к следующей рубрике У нас вопрос на засыпку Это такой вот наш рейтинг композиций музыкальных Которые Ливану нужно будет угадать Вопрос на засыпку Сразу снимаем с себя все претензии твои, которые могут быть Составлял рейтинг наш продюсер Поэтому бить будем его в итоге Три композиции Давайте послушаем И может быть ты их знаешь В чем смысл? Там, насколько понимаем Это песни, так или иначе связанные треки с баскетболом То есть рэп-композиции В которых звучат баскетбольные тематики Баскетбольные термины И вообще об игре все это Давай попробуем послушать У нас есть фрагменты небольшие Два фрагмента Я думаю, ты узнаешь Один очень сложный Последний будет Прям очень тяжело будет Давайте первый запускать Похоже на боярского молодого Нет, просто к своему стыду я вижу Кто это Но как бы вот Не понимаю, кто это Нет, но мы же общаемся Это уже как раз та самая сложная песня Но мы же общаемся с Ивановым, который знает все песни вообще Да Сразу тут Нет, но это представители восточного Западного побережья Сейчас мог ошибиться Все-таки это запад Я не знаю, ну что-нибудь Какой-нибудь Ice Cube Какой-нибудь Или еще кто-нибудь А ведь наверняка есть какая-то такая группа Конечно Они же названия Ice Cube есть точно Только не группа И тайский Йок есть тоже Это Кулио It's All The Way Знаете такого? Конечно Кулио It's All The Way Что-то вроде тоже про баскетбол Да Давайте второй фраган прослушаем What is game? Who got game? Where is the game? In life Behind the game Behind the game I got game She's got game Ну, эта песня называется He got game Это, собственно, саундтрек-фильм Где снимался роялен А вот кто исполняет, я не знаю точно Не показывай, Александр Там после подсказки будут Не, он там в скайпе Ага, ну все, нормально Женой, женой Сейчас выезжаю Да, после эфира Ливан уходит домой Разогреваю обед Да, женой Это я в скайпе, да, на работе Все нормально, все Чего еще позвонить? Да, давай, все нормально Public enemy называется А песню я угадал? Да, да He got game Все остальное, да, угадал Ну и третий, самый сложный фрагмент Не знаю, сможешь ли ты Подвигнешься ли ты Получится ли у тебя Потому что это очень сложно Чувствую сарказм Давай, поехали А, окей Про Андрея Кириленко И Коби Брайанта песня, по-моему Если говорить про баскетбольные термины Это про маму было Про маму, ты чего? Ты чего обманываешь-то людей, да? Там песня была, которая дословно звучит Как это Moscow City, Moscow Side Парень, и это Кириленко Не маму его Коби Брайант Вот такая история была, да Это Марсель, это Москва, да Замечательно Все-таки вот с первых секунд Песня узнаваемая звучит сегодня в эфире Конечно, трудился на нас Угадал, угадал три Три угадал из трех Поэтому все, сегодня пять залетело Четыре угадал из трех Да, четыре из двух угадал Все уже Растет с каждой секунды этот счет В концовке у нас еще будет для тебя сюрприз Нужно будет на минус Песню баскетбольную известную почитать Вот это да Салют небесам, знаешь, такое? Да, давайте Только нужно вспомнить А у нас есть под... Александр сейчас подскажет Александр, выйди из скайп уже Помоги гостю Только наверх каждый день Обгоняет даже свою тень Найди, Элван, салют небесам, да Не, ну не настолько все плохо Сейчас Москва подумает, что я не помню слова собственных песен С утра пораньше, нормально Ливан, а вот для тебя, вот из твоих треков Топ-3, это вот какие? Ну нет такого, мне кажется, топ-3 Я сдал вопросы, когда придется выбирать между сыном и дочкой, да Ну как бы да, это очень тяжко Потому что каждая песня связана с чем-то особенным Но мне очень нравится песня «Сон» Из последнего, даже мои ребята, с которыми я работаю Они замечают это, потому что я ее дважды за концерт исполняю Вот есть песни, которые ты будешь исполнять на бис Вот это как раз та самая песня, песня «Сон» Круто, да По поводу каких-то твоих вот сейчас слов для слушателей Нужно будет какие-то напутственные речи сейчас громко, пафосно сказать Людям, которые любят рэп российский Которые любят баскетбол и спорт от Элвана Чего-то такое В концовке эфира Уже? Говорите? Потом будем, да, потом будем петь Любите спорт, любите жизнь Следите за своей физической формой Не распыляйтесь на мелочи И мне кажется, в нашей стране пора уже начать заниматься Настоящими большими ценностями Такими, как семья Создавать семьи Вот как бы много детишек Казалось бы, да? Казалось бы Какие правильные вещи Элван По-новому у нас открываются люди Это здорово, это приятно И в чем-то, наверное, какие-то мифы развенчивы Спасибо тебе большое Спасибо Давай послушаем у нас рубрика «Тема в тему» Которая посвящается сейчас Это же баскетбольная песня, да? Да, конечно Это о баскете Поэтому давайте запускать И дальше минусы, дальше поем Тема в тему А здесь прям инструментал, да? Самый же сквач Это радио Спорт ФМ Сто процентное утро Элван Здесь все Раз-два, раз-два И поем вместе А это припезы Которые пою я Каждый день Обгоняет даже свою тень Да-да-да, там еще веки Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля Сам верху пролета Салют небесам Салют небесам Салют небесам Нас не достоять Если ты не хочешь победить Тебе нечего делать на поле Моя рука в кулак Внутри него вся моя воля И завтра, став старше, я останусь все так же свободен Весь максимум здесь и сейчас, на что я способен Мой Боинг — это пара летящих кроссовок Мои люди, если что, мне помогут за слоном Летаем над площадкой и ходим под Богом Каждый день только наверх, новый день, новый Только быстрее, выше и сильнее Ее улыбка делает сильнее Мне тебя жалко, если ты себя жалеешь Лови этот музон, подзаряди твои батареи Есть только ты, невозможного нет Главное — быть голодным всегда до побед Не важно, сколько тебе натикало лет Не важно, сколько тебе натикало лет Только наверх Только наверх Каждый день обгоняет каждую свою тему Конечно, до конца, каждое слово в народ На самом верху пролито салют небесам Салют небесам, салют небесам Нас не достать Где бы ты ни был, пусть будет выше твой левел Что бы ни делал, знай предел, это не небо Всем городам посылаю сигнал по антеннам Все будет, все будет, все верно, все верно Сколько бы ни твердили, Эл знает, все тщетно Лузеры много болтают, их в этом проблема Каждый день по хардкору на верх, где победа Каждый день по хардкору на верх, где победа Вместо сердца мотору ЗУ-8 Лечу в атаку, я без лишних вопросов Шамзала, легальный допинг и стимул Я не один, и если что я знаю, мне прикроют спину Будь проще парень, играй жестче парень И пусть время тает, пускай время тает Мы с тобой из тех людей, что летают И пусть мы не птицы, но небо нам снится Все выше и выше, кто ставит границы нам Никто никогда нас не остановит Радиус Борт ФМ, 150 утро Только наверх, только нога Только наверх Только наверх Каждый день обгоняет даже свою тень На самом верху пролетает Салют небесам Фит Роман Александр, давай еще скажем еще Салют небесам Пока есть возможность Борис Андреев дает Александр Всем огромное спасибо, это было очень здорово Это прямой эфир Только здесь и сейчас 100% утро И у нас большущий спортсмен Который в душе всегда равняется На таких людей надо равняться Человек, который в душе всегда спортсмен Он не уступает ни перед какими трудностями Идет вперед Спасибо большое Элвану Ливан Горози Сегодня был в гостях Зачитали, посмеялись, поговорили Баскетбол, кино, музыка Это мы работаем для вас Завтра будет новый эфир Всем спасибо, спасибо Элвану До свидания Новых треков Новых побед на всех фронтах С вами были Роман Вагин, Александр Боярский И Эмма Гаджиева 100% услышимся завтра утром Пока-пока Реклама Культовый кроссовер Lexus RX Изменит ваши представления О современной роскоши Атлетичный и смелый дизайн Практичный и элегантный салон Мощные двигатели И захватывающая управляемость Любая черта Lexus RX Вызывает восхищение Специальные цены в июне Изменят ваши представления О возможности стать обладателем Lexus RX Подробности акции в салоне Lexus Коломенское И на сайте LexusNM.ru При поддержке ООО Toyota Motor Тех, кто обещает квартиру мечты, много А воплощает ДСК-1 Каждая пятая семья в Москве Уже живет в доме от ДСК-1 Купите квартиру на DSK-1.ru От 2 миллионов 100 тысяч рублей Проектная декларация опубликована на сайте DSK-1.ru Застройщик ЗАО «Капитал-Б» Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Участник Кубка конфедераций 2017 Германия Факт номер один На родине Мерседеса, БМВ, Порше и Ауди В стране, где прекрасные дороги А на многих автобанах нет ограничений скорости Самым популярным видом транспорта является отнюдь не автомобиль, а велосипед Почти у каждого жителя Германии есть как минимум один двухколесный друг Количество велосипедов у немцев уже перевалило отметку в 70 миллионов При населении страны 82 миллиона жителей И если в России велосипед это в основном хобби, фитнес, здоровый образ жизни, дань моде, да что угодно И лишь в последнюю, мизерную очередь средства передвижения То в Германии это как раз прежде всего то, на чем из точки А можно добраться в точку Б В плане развития велодвижения Германия старается не отставать от Дании или Нидерландов Где этот вид транспорта стал совершенной нормой И уже сегодня в немецких городах есть вся необходимая инфраструктура С прокатом, велодорожками, парковками, специальными светофорами Ну и само собой существуют законы и правила, касающиеся велолюбителей Субтитры сделал DimaTorzok